В минувшие выходные Атамань вновь радушно встречала гостей, приехавших из разных уголков страны. Там прошел фестиваль легенды Тамани, посвященный памятной дате 223-й годовщине высадки первых черноморских казаков на полуострове. В незабываемую атмосферу уникального этнокомплекса окунулись и наши корреспонденты. Начался праздничный день с торжественного построения и молебна у памятника казакам-черноморцам, возложения цветов к мемориалу Вечный Огонь. Центральным событием дня стал конный спортивный праздник на скаковом поле на территории этнокомплекса «Атамань». Перед зрителями выступили артисты Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко и кубанского казачьего хора. С приветственным словом гостям и участникам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Нелегкий был труд у первых казаков. Нелегкая была жизнь. Много, очень много испытаний выпало на еду. Но они справились. Потому что неизменной была вера, самое основное, что всегда их питало, сохраняло и давало жизнь. Вера в Бога. Вера в свою землю. Вера в свой народ. В свою семью. Вера в себя. И мы сегодня, все, кто живет на этой Кубани, потомки этой великой земли, великих казаков и наследники, обязаны, друзья, обязаны эту веру сохранить. Программу «Скачек» открыл заезд на приз атамана Кубанского казачьего войска. Победителем стал Максим Елисеев, представитель Калининского казачьего общества. На финишную прямую выходит четверка лидеров. Кто же победит в этой скачке? Дистанция. Гнедая кобыла. Калининская районная казачья общества. На втором месте. Трушина. Также в этот день прошли скачки на приз главы Темрюкского района и атаманов отделов Кубанского казачьего войска. В соревнованиях участвовали лошади чистокровных и полукровных верховных пород. Наездники были одеты в традиционную казачью форму. Также зрители увидели показательные выступления конной и пешей групп почётного караула Кубанского казачьего войска, конной группы Новороссийского районного казачьего общества. Они показали своё мастерство в джигитовке, рубке лозы, упражнениях с пиками, строевом дефиле. А тем временем в каждом курине этнографического комплекса гостям показывали экспозиции народного творчества и ремесла, угощали блюдами кубанской кухни. На атамань приехал глава Славинского района Роман Сенеговский, его заместители – главы поселений. Наша, наверное, с вами задача – знать свою историю, поддерживать всё, что сейчас на Кубани творится. Культура – это, скажем так, мы должны растить своих детей, согласно культуре казачества. Поэтому те гуляния, которые сегодня есть – это горвищина, когда осваивалась эта территория, эта земля, хлебосольная земля. Казаки, они, наверное, отличались своим гостеприимством, трудом. Поэтому всё то, что есть сегодня на Кубанской земле, мы должны поддерживать и историю свою знать. На подворье Славинского района многочисленных гостей с самого утра встречали с традиционным кубанским радушием. После праздника на скоковом поле Вениамин Кондратьев прошёл по музейному комплексу. Посетил казачьи хаты, пообщался с хозяевами и гостями подворий. Заглянул он и в наш славянский курень. Вот что значит дух и вера, который на самом деле делал этот народ, делает и будет делать. Кровать на кровати, только вот такое было убранство. Спали на печи или на лавке, или на сутки. Ну вот, в районах мы только лежали на такой кровати. Каждое подворье – произведение искусства и своего рода сплав тех традиций, которые присущи району края. Чем только не удивляли гостей Адамани те, кто создавал настоящий праздник в этнокомплексе. В этом году, говорит заместитель начальника управления культуры Славинского района Дмитрий Решмет, в курене нашего района много новшеств. Славинский курень готовится всегда тщательно и основательно к любому мероприятию. Но сегодня мы подготовились особенно. Сегодня у нас проходит всекубанский конкурс гармонистов и частушечников. Как всем известно, на Кубани самые уголые гармонисты, самые задорные частушечники. Поэтому сегодня они все собрались на территории нашего подворья. На территории подворья проходит не только конкурс, но проходит и замечательная выставка. На выставке представлены гармонии, начиная от гармонии самых старых, довоенных экземпляров, и заканчивая сегодняшними современными вариантами. На территории подворья Славинского куреня в этот день можно было увидеть много интересного. К примеру, уголок рыбака. Выложенная из камней большая фигура осетра украшала подворье. Её прекрасно дополнял пруд с плавающими карпами. Ярким событием фестиваля стал всекубанский конкурс гармонистов и частушечников, который проходил на подворье Славинского куреня. Творческий коллектив Иванда Марья из Лобинского района к конкурсу готовились усердно. Репетировали частушки, которые сами сочинили. Настраивали баян. Ширные, приезжайте в гости к нам. Мы, девчата, мирные. Милый мой меня не любит, не подходит близко. Он казачий атаман. Ну а я артистка. Гармония – это самое главное в жизни человека. Славинский район очень знаменитый. Мы там были, нам очень понравилось. У вас богатые дома культуры, очень хорошие сотрудники, вежливые, добрые. Нам очень приятно выступать на вашей сцене. Во многих подворьях гостей встречали не только песнями-танцами, но и творческими шедеврами с мастерёнными руками их умелых хозяек. В Куренету Апсинского района удивляло разнообразие кукол-талисманов. По словам мастерицы Екатерины Фоминой, каждая из них приносит счастье, удачу, благополучие. Вот такая куколка. Эту куклу я сделала просто на пробу. Мне интересно было. Это кукла на удачное замужество. И вот по этой кукле она делается на растущую луну, чтобы именно действие её было такое целительное, удачное. Вот воротничков, видите, сколько. И вот девушка крутит себе вот эту куклу, да, и загадывает, на каждый воротничок загадывает. Чем длиннее шея, представьте, сколько жених увидит, сколько требований у неё к этой куклу, к будущему мужу. Так, а ещё без ручек она почему? Чтобы жених на руках носил. С самого утра и до вечера на станичном майдане выставочного комплекса выступали участники 10-го международного фольклорного фестиваля «Голоса традиций» «Тимрюк-2015». В нём приняли участие представители Республики Казахстан, Удмуртской республики, Алтайского, Ставропольского, Челябинского, Сахалинского краев, Ростовской области, Краснодарского края. Все эти коллективы, конечно, привезли свой колорит, необыкновенную красоту, свою культуру показывают. Здесь нам, у нас же на Кубани своя культура. И местным жителям очень интересны эти коллективы, потому что совсем другая манера исполнения, другие костюмы, другой окрас всего праздника. Даже сейчас на Атамане с удовольствием люди смотрят на эти коллективы, радуются, знакомятся. А тем временем вокруг центральной площади Майдан развернулся самый настоящий палаточный городок, где мастерицы всех районов края представляли свои работы. Любой желающий мог приобрести понравившуюся вещь и увезти с собой частичку кубанского быта на свою родную землю. Свои работы представили около ста мастеров народных художественных промыслов и ремесел со всей Кубани, в том числе и славянцы. В каждом курине, словно с помощью машины времени, можно было встретиться с прошлым наших предков. Красоту и необыкновенный шарм выставочного комплекса отметили все, кто приехал в этот день в Атамань. Особенно те, кто приехал из дальних российских городов. Они в восторге от такого гостеприимства и кубанского радушия. Во все восторги, во все восторги. Мы просто, как сказать, думаем, вот именно здесь корни людей, которые именно отсюда родом. То есть у меня, допустим, есть тоже родня. И поэтому прям с удовольствием сидели, смотрели и слушали концерт. Там выступали на сцене. Потому что наши предки, наши предки, все мы оттуда родом. Наш 18-19 век, это все оттуда. Понимаете? Вот мы смотрим фильмы старинные, например, да, вот. И все это вот сейчас здесь сказывается. Это праздник настоящий, на самом деле. Нам очень нравится, здесь мы приехали на восторге. Молодцы, спасибо. Мы уже приезжаем третий раз. Но на фестиваль мы попадаем второй раз. Да, такой фестиваль как бы второй раз. Три года назад мы были на таком же фестивале, очень понравилось. И вот решили, как бы, услышали, что будет проводиться, решили еще раз посетить. Тут что-то одно выделить невозможно. Тут душой действительно отдыхаешь. Ну, у нас в Подмосковье такого нет. Вот это вот, наверное, и берет свое. У нас Лавинский район, мы приезжаем каждый год. Мы, вот, конечно, огорчились, пропустили Казак-ФМ. Но мы приехали на Легенды от Амани. У нас приехала целая семья. У нас семья хлеборобов. Сейчас некоторые у нас в поле, а мы за них отрываемся. Да, здесь очень красиво. Здесь именно история, может, немного приукрашенная, но все равно ближе к корням. А вечером на главной концертной площадке выставочного комплекса «Амфитеатр» зрители посмотрели театрализованную программу краевого фестиваля «Легенды Тамани» и праздничный концерт с участием лучших кубанских профессиональных коллективов. Продолжилась программа фестиваля большим праздничным фейерверком, а завершился первый день фестиваля дискотекой. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин